Начать хочется с того, что все мысли, которыми я делюсь с вами на этом канале, это всегда выжимка моего личного опыта, поэтому я считаю, что не имею никакого морального права рассуждать и давать советы тем, кто сейчас находится в зоне боевых действий. Так что это видео посвящено тем, кто переживает и наблюдает со стороны. Во-первых, я понимаю, что такое волноваться за жизнь близкого человека и знаю, что такое внезапно и резко терять родных людей. Я прекрасно понимаю, что сейчас чувствуют люди, которые каждый день пытаются дозвониться до близких в зоне боевых действий и бесконечно молятся. Впервые я испытал это, когда одного из моих близких друзей 24 года насмерть сбила машина, а затем, когда мой единственный родной старший брат в самом расцвете сил в 33 года сначала попал в кому, а затем умер. Это очень страшно и больно. Сначала ты начинаешь искать виноватых в смерти близких, затем ненавидеть их, потом, если ты верующий, как я человек, то у тебя будет множество безответных вопросов к Богу. Ничто и никогда не заменит вам эту утрату. Да, есть способы снизить чувствительность и боль, но шрамы на вашем сердце останутся на всю жизнь. Единственное, что я могу здесь посоветовать, это постараться не ожесточить свое сердце. Неважно, верующий вы человек или атеист, но факт в том, что большая часть жизни – это страдания. История человечества написана кровью, а вся наша жизнь – это борьба со смертью, трудностями и болью. За последние 20 лет войны шли в более чем 20 странах, а в некоторых, к сожалению, продолжаются и сейчас. Жизнь наполнена злом и трагедиями, но вы не можете взять на себя ответственность за грехи военных и политиков. Поэтому каждому из нас нужно что-то, что смягчит наше сердце. Иначе вы будете пропитаны ненавистью, станете творить зло в ответ и конца этому круговороту не будет. Что смягчает мое сердце – это вера в Бога. И особенно четыре практики – прощение, принятие жизни, какой она есть, снижение своих ожиданий от жизни и благодарность за каждый день. Все это можно выразить в простой молитве «Отче наш». Если сейчас вам тревожно и вы еще не читали Новый Завет, то, возможно, сейчас самое время. Во-вторых, я хочу, чтобы вы понимали, что я принципиально не участвую в информационной и когнитивной войне, которая сейчас разворачивается в соцсетях, и не буду репостить и пересылать фото и видео, разжигающие взаимную ненависть. Как реальная война наносит вред мирным жителям, так и информационная война наносит вред ментальному здоровью людей. Все, кто пользуется интернетом, про все ужасы войны уже знают. Поэтому дополнительно распространять их не помогает остановить войну, а лишь усиливает ненависть, расшатывает психику и ожесточает людей с обоих сторон. Лжи и фейковой информации так много, и почти вся она направлена на то, чтобы посеять панику и дегуманизировать противоположную сторону. Если вы спросите меня, что я, как мирный человек, могу сделать, чтобы помочь, то я отвечу. Помогайте своим родным и жертвуйте на гуманитарную помощь. Только именно на гуманитарную, а не на оружие. Конкретно я жертвую в Российский Красный Крест. Но вы можете выбрать другую организацию, которой вы доверяете. Давайте делиться в комментариях проверенными источниками гуманитарной помощи. Также для вашего психологического здоровья я могу посоветовать вам пересмотреть мой мини-курс про цифровую иену и видео о 8 вещах для ментального здоровья. Все эти видео здесь, на ютюбе и абсолютно бесплатно. Мне сложно что-то добавить к тому, что я уже сказал в этих видео, кроме того, чтобы напомнить вам о том, что мы можем контролировать только наши собственные действия. А паника и тревога лишают вас даже этой возможности. Поэтому спокойствие вашего ума – первоочередная задача и отправная точка. Общение с заземляющими вас близкими людьми, молитва, медитация, спорт, прогулка на природе, информационный детокс, труд и исполнение ваших семейных и рабочих обязанностей, хобби, которые вас насыщают. В общем, делайте все возможное, чтобы ваш ум оставался спокойным. Если ничего из перечисленного не помогает и вернуть контроль над своими мыслями никак не получается, то рекомендую воспользоваться сервисом Zygmunt Online. Я уже не один раз рекомендовал его у себя на канале. Ребята сделали очень качественный и удобный сервис онлайн психотерапии. За пару кликов вы можете выбрать подходящего вам специалиста и уже сегодня договориться о своем первом сеансе психотерапии. Последнее, что мне хочется сказать, что я много путешествовал как по России, Европе, так и по Украине. Подавляющее большинство людей, которых я встречал, это простые и добрые люди. И у меня нет ненависти к украинцам. Как и нет стыда за то, что я русский. Я считаю, что как простые люди Украины не заслужили боевых действий в своих городах, так и простые люди России не заслужили экономических санкций. Примерно одна пятая клиентов моей компании Love School с Украины. И мне всегда было и по-прежнему приятно получать теплые сообщения и письма от тех, кто выучился на наших курсах, освоил IT-профессию и стал специалистом. Что особенно примечательно, несмотря на многие письма ненависти, в эти дни я получил и теплые сообщения от людей с Украины. Поэтому главное, к чему хочется призвать всех, кто смотрит это видео, продолжайте оставаться людьми. В тяжелые времена это особенно важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok